Эта программа выходит при поддержке служения Крефла Доллара. Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара. Бытие 12 глава. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили. Мы начали эту тему несколько месяцев назад, когда мы говорили об обретении силы через кровь Иисуса. И мы обнаружили, что если христианин не понимает значения крови Христовой, он не может обрести ее силу. Итак, у нас есть это замечательное Божие предложение, которым многие люди, многие христиане не пользуются, потому что ничего не знают об этом. Иисус пролил свою кровь, и это одна из самых могущественных сил, которой мы, как христиане, можем обладать. Но для того, чтобы иметь право на силу крови Иисуса, вы должны поверить в нее, вы должны завладеть ее силой. Это означает, что вы должны узнать, как использовать кровь Христову в любой ситуации, каждый день в вашей жизни. И вы должны ожидать чуда, ожидать результатов от ее использования. Видите ли, если мы не верим в кровь Иисуса и не знаем, как завладеть ее силой, если мы не верим в нее и ничего не знаем, если единственное, что у нас есть о крови Христовой, это строка из песни и надпись на футболке, то мы никогда не обретем силу крови Христовой, мы никогда не поймем, как жить, используя кровь Иисуса. Повторю, у нас должна быть вера в кровь Христа. Все в Царстве Божьем, все в Слове Божьем происходит по вере. Поэтому вы должны понять, что значит иметь веру в кровь Христа. Верить в кровь Иисуса значит понимать, что Его кровь совершила для вас. Верить в кровь Иисуса значит понимать, что Его кровь совершила для вас. Вы знаете, что было сделано для вас через кровь Агнца. Мы понимаем, что благодаря крови Иисуса мы были искуплены. Его кровью мы обрели прощение. Мы очистились в Его крови. В крови Христовой мы свободны от чувства вины. Благодаря крови Иисуса мы стали праведными. Благодаря крови Иисуса мы получили свободу. Благодаря крови Иисуса мы победили врага. Благодаря крови Иисуса мы обрели победу. Благодаря крови Иисуса у нас есть защита. У нас есть все преимущества искупления. Бог искупил нас от смерти, бедности, болезней и духовной смерти. И все благодаря крови Иисуса. И теперь, если вы говорите, что вы верите, тогда вам нужно научиться использовать кровь Христа в вашей жизни, чтобы, встав утром, вы могли призвать кровь Иисуса на свою семью, на своих детей, заявляя, что вы понимаете силу крови Иисуса, и вы находитесь под защитой. Я приземлился вчера вечером, и нам пришлось пройти через небольшой воздушный шлюз, чтобы попасть в Атланту. С левой стороны была торнадо, а с правой стороны была молния, и это меня не беспокоило. Я помню тот день, когда я принял решение. Я под защитой крови Иисуса. Я обитаю в тайном убежище Всевышнего. Я пребываю под сенью Всемогущего. Я говорю Господу, Ты прибежище Мое и крепость Моя. Я сделал Его своим убежищем, крепостью. Я был под защитой крови Иисуса, когда был на том самолете. Аминь. Поэтому вы должны использовать силу крови Христовой. Это принесло мне великий мир. Если бы я попал в такую же погоду пару лет назад, то я упал бы в обморок. Приди, Иисус, приди, Иисус! О, Иисус! Во всякое время. Приди, О, Господь! Понимаете? Но не сейчас, друг. Я понимаю, что у меня есть благодаря крови Христовой. Аминь. Слава Богу! Потом мы говорили о том времени, когда Иисус был распят. Мы говорили о том мучительном периоде, когда Его тело претерпело мучительную боль. И мы признали, что есть определенные места, откуда истекала Его кровь. Мы увидели полосы от бича на Его спине. Каждый раз, когда кровь вытекала из любой части Его тела. Это означало, что Он приобретал что-то для верующих и избавлял. Полосы от бича на спине Иисуса представляют тот факт, что Он приобрел исцеление через Свою кровь за нас. И мы избавлены от болезни и немощи. Поэтому, когда болезнь поражает ваше тело, вы должны напомнить свои права, которые дает вам кровь Иисуса, и отказать болезни в возможности существовать на вашем теле. Ранами Его я исцелен. Аллилуйя! Все равно, как вы себя чувствуете. Вы должны напомнить себе, через кровь Иисуса, а не через диагноз врача, «Через кровь Иисуса я исцелен». Второй момент, который мы видим, это терновый венец, колючки которого символически представляют собой проклятие. И когда на голову Христа возложили терновый венец, кровь потекла из Его головы. И эти раны символизируют то, что Он купил для нас благословение и избавил нас от проклятия. Таким образом, вы больше не прокляты. Благодаря крови Иисуса вы не можете быть под проклятием. Благодаря крови Иисуса вы благословлены. Кто-то кричит, «Я благословен». Благодаря крови Агнца. Вот здесь мы и остановились. Мы пришли к третьему пункту и начали говорить о крови Христовой, которая истекала с Его рук. Когда в Его руки были вбиты гвозди, кровь текла из рук Христа. Итак, кровь текла из рук Иисуса. А мы с вами знаем, что символизируют собой руки. Это наша экономическая стабильность и сила. И так, когда кровь пролилась из рук Христовых, Иисус купил для вас изобилие. И мы были избавлены от нужды, бедности, недостатка, долгов, ограниченности и непродуктивности в любой сфере нашей жизни. Мы с вами говорили о том, что такое бедность. Бедность не означает недостаток денежных средств. Бедность — это недостаток в любой сфере вашей жизни. Бедность — это не создание Бога. Бедность — создание сатаны. Когда Адам с Евой находились в Эдемском саду, они наслаждались изобилием. Они обладали достаточным запасом всего. Они жили в Эдемском саду. Саду изобилия. Они жили в изобилии. Они имели достаток. У них было всего более, чем достаточно. Но когда Адам и Ева согрешили и ослушались Бога, то к ним сразу же пришла бедность. В Эдемском саду они жили в изобилии. Но когда они согрешили, пришла бедность. Бедность появилась в результате греха и непослушания. Бедность — это не только отсутствие денег. Бедность — это недостаток в любой сфере жизни. Если у вас есть недостаток в какой-либо области вашей жизни, если что-то не работает или работает непродуктивно, если вы живете в долгах, значит, вы живете в бедности. Вы можете иметь миллион долларов в банке и умрете от рака. С миллионом долларов в банке вы все еще будете бедным человеком, потому что вам не хватает исцеления. Вы следите за моей мыслью. Вы можете испытывать недостаток в разных сферах жизни. И вот что происходит, если вы соглашаетесь с тем, что нужда в вашей жизни — это нормально. Что если вам чего-то не хватает, это в порядке вещей. Пока дело не касается денег. Вы смиряетесь с таким положением. Но не пройдет много времени, как нужда придет и в финансовую сферу. Поймите, как христиане, мы не должны терпеть присутствие нужды и недостатка чего-либо в нашей жизни, потому что кровь Иисуса купила для нас изобилие во всем. Поэтому для меня терпеть нужду и смиряться с ней во всех сферах жизни означает отрицать силу крови Христовой. Ведь это наша возможность избавиться от нужды, бедности и жить в изобилии. Аминь. Это просто означает, что вам надо повелевать этой горе нужды. Вот с чего вам нужно начать. Начните с веры в кровь Христа, в Слово Божие, и когда вы увидите нужду, прикажите ею уйти. Произносите это своими устами. Говорите, это не Божья воля для моей жизни. Это не то, что Бог приготовил для меня. Я не буду смиряться с нуждой. Я не буду терпеть бедность ни в какой области моей жизни. Поэтому во имя Иисуса я заявляю, что Иисус правил за меня свою кровь, чтобы у меня было изобилие в каждой сфере моей жизни. Вы можете начать с этого. Я слышал это сегодня утром. Дух Божий сказал, большинство проблем, которые возникают в среде христианского народа, происходят из-за слов, исходящих из наших уст. Конечно, я говорю с Богом своими устами. И Господь говорит, все дело в этом. Люди не обращают внимания на то, что они говорят. Иногда они просто ничего не говорят, и ситуация остается такой же. Вы слышите меня? Мы не должны терпеть бедность. Если вы больны, если вам не хватает здоровья, у вас есть полное право на исцеление, купленное кровью Христовой. Если у вас разбитое сердце, и вы нуждаетесь в исцелении, у вас есть право на то, чтобы ваше сердце обрело исцеление. Если вы находитесь в подавленном состоянии, это нужда. Если вы угнетены, это тоже нужда. Если ничего не получается, это тоже нужда. Если вы непродуктивны, если у вас долги, значит, вы находитесь в нужде. Не смиряйтесь с этим. Побеждайте верой. Отвергайте нужду. Не давайте ей места в вашей жизни. Провозглашайте изобилие победу так, как будто вы уже обладаете ими. Призывайте изобилие всякий раз, когда терпите нужду. Позвольте мне показать, как вы можете это сделать. Я только что подарил вам правило, к которому я шел 30 лет. Аминь. Вы можете сказать, я уже пытался сделать это. Ничего не получится, если вы будете только пробовать. Вы обретете все это, если будете этим жить. Вы слышите меня? Вы пробовали уже множество диет, но вы все еще имеете избыточный вес. Что все это значит? Я попытался сделать это. Нет, все вовсе не так, как с диетами. Вы не научитесь ходить правильным путем, если вы не измените свое мышление, если это не станет вашим образом жизни. Я пробовал заниматься на беговой дорожке. Или я работал до изнурения. Нет, сила в постоянстве. Для вас должно стать реальностью то, что вы хотите делать всю жизнь. Вы должны называть вещи так, как не называли раньше. Ваши уста – мощнейшее оружие, которое есть у вас, как у человеческого существа, духовного существа, созданного по образу Божьему. Слава Богу! Я помню, как моя жена однажды сказала, «Посмотри, у людей есть уста». Бог даровал им уста и слова, и они не имеют никакого понятия, как их использовать. Этим Таффи хотела сказать, что своими устами они сеют в свою жизнь разрушение. Не знаю, как вы, но это постоянный пункт моих молитв, и я продолжаю работать над тем, чтобы мои уста были в том положении, какое им определено. Сейчас они уже не такие грешные, какими были раньше, но все еще есть, что изменить и улучшить. Этому учит ваш пастор. Поэтому не смотрите на меня так, как будто я говорю что-то странное. Вы следите за моей мыслью? Не смиряйтесь с бедностью. Помните, что бедность – это не только недостаток денег. Бедность – это когда в какой-либо сфере вашей жизни есть нужда. Божья цель и Божья воля для нас заключаются в том, чтобы у нас был мир, полнота, шалом. Чтобы ни в чем не было недостатка. Ничего в нашей жизни не было разрушено. Если у вас есть много денег, вы по-прежнему не можете называть себя богатым. Деньги не всегда являются синонимом богатства. Вы не можете назвать себя богатым до тех пор, пока в вашей жизни чего-то не хватает или что-то разрушено. Долой нужду. Слава Богу. Нам дана полнота. В этом заключается воля Божия для нашей жизни. И к этому нужно стремиться. Если мы не будем стремиться к полноте, она никогда не проявит себя в нашей жизни. Это не то, что может просто так появиться. Это не то, что в один прекрасный день свалится вам на голову. Это то, к чему вы должны стремиться. Как только вы поймете волю Божию для себя, берите Слово Божие и превратите его в свое исповедание, и используйте его, чтобы превращать невидимое в видимое. То же самое можно сказать о святости. Святость не просто дар. Ее нужно достигать. Чтобы обрести ее, вам нужно трудиться каждый день. Аллилуйя. Да, у вас есть право жить благословенной жизнью, но вы должны к ней стремиться. Слава Богу. Вы должны стремиться к изобилию. Вы должны стремиться к тому, чтобы избавиться от нужды. Если вы просто сидите и говорите, «Ну, меня устраивает жить в нужде, потому что я знаю тысячи других христиан, которые живут так же, как и я». Если вы будете использовать это оправдание, вы никогда не достигнете изобилия, потому что вы успокоились и остались в привычном вам положении. А я пытаюсь призвать вас к тому, чтобы достигать изобилия. Я только что указал вам на первый шаг в достижении этой цели. Начните отвергать нужду. Когда вы видите нужду, отвергайте ее. Когда вы видите, что вам чего-то не хватает, и знаете, что это у вас должно быть, призывайте это в вашу жизнь, вместо того, чтобы отказываться от того, чего у вас быть не должно. Говорите о том, что вам не хватает так, как будто это у вас уже есть. «Находясь в нужде, называйте себя богатым». Я не сказал, «находясь в нужде, говорите, что у вас есть деньги». Провозглашайте изобилие в вашей жизни. Провозглашайте мир, шалом. Говорите, что у вас ни в чем нет недостатка, и в вашей жизни ничего не разрушено. Достигайте изобилия. Я хочу, чтобы после этой проповеди многие начали практиковать это слово, потому что мир пытается убедить нас, что изобилие – это не воля Божия для нас. Вы верите, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни? Именно в этом заключается воля Божия для вас. Вы верите, что в этом состоит Божья воля для вас? Вы верите, что мир, шалом, благосостояние принадлежат вам? Эти слова – синонимы. Мир, шалом, благосостояние. Все это исходит из одного источника. Мир, шалом, благосостояние, полнота, здравомыслие – все в достатке. Такова воля Божия для вашей жизни. Это то, о чем говорил Иисус, то, чего многие люди так и не приняли. Он сказал, «Мир мой, я оставляю вам». «Мир мой, я оставляю вам». «Благосостояние, я оставляю вам». «Полноту, я оставляю вам». Вот что сказал Иисус своим ученикам. «Я не оставляю вас в нужде». Друзья, просто возьмите это слово. Возьмите это обетование, возьмите это. Если вы отчаянно пытаетесь вовремя погасить кредит, это не воля Божья для вас. Повелевайте недостатку. Возьмите свой кредитный договор или еще что-либо, и громко вслух скажите, «Божья воля для меня в том, чтобы не жить в долгах, чтобы иметь достаточно средств, чтобы сделать то, что нужно сделать». «Божья воля для меня в том, чтобы жить в достатке, чтобы я мог платить по всем счетам». «Бедность – это не Божья воля для вас». «Я обращаюсь к тебе, долг». «Нет Божьей воли на то, чтобы ты висел надо мной». «Господь говорит, что я призван к тому, чтобы жить в благословении, чтобы давать взаймы, но не брать в долг. Я изгоняю тебя из своей жизни». «Я призываю в свою жизнь благосостояние, изобилие». «Иисус пришел, чтобы я имел жизнь и имел ее с избытком». «Воля Божья для меня заключается в том, чтобы жить в изобилии. Я могу иметь больше, чем просто, чтобы заплатить кредит за дом и купить продукты. Я предназначен для того, чтобы иметь достаточно, для того, чтобы помогать нуждающимся и отдавать средства Господу. Ведь я не смогу помочь кому-то, если сам постоянно нуждаюсь в помощи. Помоги мне помогать». Но вам нужно достигать этого. Почему мне нужно достигать этого? Потому что это Божья воля. А теперь вторая часть. Мы знаем волю Божью, но для чего? Для чего, Господи? Для чего? Потому что если вы не будете отвечать на вопрос «Для чего?», вы станете просто религиозным человеком, который будет говорить внутри вас «Это не важно». Важно лишь получить спасение и попасть на небеса. «О да!» И для таких людей воля Божья заключается в том, чтобы жить на земле, как в аду, в то время как Священное Писание говорит нам о небесной жизни на земле. Но кто из вас знает, что если Бог говорит «Я даю тебе силу, чтобы обрести благосостояние», то Он говорит с определенной целью. По какой причине Богу давать вам жизнь без нужды? Он хочет, чтобы вы жили в изобилии. Для чего? Почему Бог желает, чтобы вы были благословлены? Для чего? Бог – самая целеустремленная личность во вселенной. И когда Он говорит нам «Не делать что-то», Он говорит это с какой-то целью. У Него есть цель, почему вам не следует пропускать церковные собрания. А мне вот интересно, что происходит, когда вы пропускаете церковные собрания. А Бог говорит, что вам не следует этого делать. Давай, иди, купи мне хонду. Мы привыкли думать, «Ну что ж, это всего лишь Библия, но у Бога есть цель». И происходит вот что. Мы рано или поздно приходим к причине, почему Бог сказал нам сделать то или иное. Это называется судом. Такова реальность. Бог знает тот путь, которым Он поведет человека, который решил, что следующие два месяца Он не будет ходить в церковь. Он знает тот путь, который вы выбираете. В Слове Божьем есть жизнь. И когда вы отделяете себя от этой жизни и от слова, вы соединяетесь с жизнью этого мира. И так же, как вам необходимо питаться, чтобы жить физической жизнью. Вам нужно питаться и духовно, чтобы быть духовно сильными. Слово Божие – это ваше столовое. И не нужно нам никакое столовое серебро. Аминь. Откроем книгу Бытия. Всему есть причина. Давайте на некоторое время посмотрим на этот вопрос с негативной точки зрения. С какой целью Бог дает своему народу процветание? Для того ли это нужно нам, чтобы чувствовать себя более удобно? Для того ли это, чтобы мы могли купить себе автомобиль получше? Или дом побольше? Продолжайте размышлять. Давайте будем честными. Некоторые из вас сидят здесь с глубоко мысленным взглядом. Трудно представить себе другую причину для благосостояния, не так ли? И именно поэтому я собрал вас здесь сегодня. Вы сидите здесь и стараетесь думать благочестиво, «Разрешите мне немного рассказать о себе». Когда впервые я узнал, что Бог желает даровать мне благосостояние, и единственная причина для этого, о которой я тогда подумал, «Бог дает мне благосостояние, чтобы я помог самому себе». Ух ты! Бог желает, чтобы я процветал, чтобы мне жилось лучше, чтобы у меня было достаточно денег, чтобы расходовать их на себя, а вы сейчас сидите здесь и пытаетесь благочестиво думать. Нет, не думаю, что причина в этом. Вы, вы, вы знаете, в чем дело. Вы как раз собирались покупать новую машину, только посмотри, что дал мне Господь. Или собирались купить дом побольше. Ах, какое благословение! Возможно, вы этого не скажете, но где-то в подсознании однажды у вас всплывает мысль, «Бог желает, чтобы я процветал, чтобы я мог использовать это для своего процветания». Скажите «Аминь», стены! Купол, люстры! Скажите «Аминь», потому что люди ничего не хотят говорить сегодня утром. Спасибо, люстры! Причина, почему существует такая идея, заключается в том, что она родилась в этом мире. Она была сформирована этим миром. Стремление к благосостоянию на Уолл-стрит и в других местах предназначено только для развития человеческой жадности и эгоизма. Мир стремится к благосостоянию ради жадности и эгоизма. Итак, теперь вы знаете, что это не может быть причиной, почему Бог желает, чтобы вы жили в изобилии. Это не может быть причиной, почему Бог хочет дать вам это. Давайте посмотрим в 12 главу книги Бытия. Здесь Господь беседует с Авраамом о благословении. Итак, почему же Бог желает благословить всех? По этой причине мир нападает на проповедников, которые говорят на эту тему. Мир не может выносить их, потому что сатанинское помазание в этом мире — это деньги. Наше помазание исходит от Бога. Помазание же этого мира исходит от денег. Мы получаем помазание, а помазание дарует нам деньги, и все остальное, что нам нужно для труда, на ниве Божьей. Вы следите за моей мыслью? Отлично. А теперь будем читать Бытие 12, стих 1, 2, 3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего». Я не использовал бы здесь слово «родня», потому что это может ввести вас в заблуждение. Родственники, двоюродные братья и сестры, удалитесь от них. «Но почему?» «И из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Я начал немного понимать этот стих, когда мне объяснил его житель Ближнего Востока. Он сказал мне, что родственники Авраама были халдеями. Он сказал мне, что халдеи, по крайней мере в те дни, были весьма эгоистичными людьми. Они старались нести все богатство в свой дом и хранить все свои ценности в своем доме. Но в конце нашего разговора я задал ему вопрос. Я спросил, «Откуда тебе это известно?» Он ответил, «У меня халдейские корни». И я поверил ему на слово. Аминь. Он продолжал. И когда Бог сказал Аврааму, чтобы он ушел из своей страны и от своей родни, сказал он, «Этим самым Бог хотел сказать Аврааму, я не стану говорить с тобой о благословении, пока ты не оставишь людей, которые неправильно формируют твое мышление». Позвольте мне перенести все это на нас. Я не могу говорить с вами о благословении, если вы заняты только тем, что общаетесь с людьми, которые формируют ваше мышление так, чтобы оно шло вразрез со Словом Божьим. Если вы все время будете возвращаться к своим родственникам, пока я буду говорить вам о благословении, они будут твердить вам, «Все, что он хочет получить от тебя, твои деньги». Тогда мне станет трудно говорить с вами о благословении. Когда вы позволяете своим родственникам и друзьям формировать ваше мышление, некоторые из вас смотрят на меня и думают, «Проповедник готов растерзать нас». Хотя я еще и не начинал проповедовать. Итак, мы не можем говорить об изобилии до тех пор, пока вы будете слушать людей, людей, чье мнение идет вразрез со Словом Божьим. Людей, которые развивают в вас мышление, противоречащее Слову Божьему. Знаете, у меня до сих пор есть знакомые, которые колеблются в вопросе десятины, но сам я твердо решил давать десятину, пока живу. И мне все равно, что скажут другие, такие люди могут показать вам кучу сайтов о крафлодолларе и десятине, вводя людей в заблуждение. Я не хочу об этом слышать. Все это полный вздор. Десятина. Неприемлемо в Новом Завете. Знаете что? Матфея 23,23. Вы даете десятину смяты, а не сайтмина. Сие надлежало делать и того не оставлять. Иисус попросил десятину в Новом Завете. Далее есть целая глава, посвященная десятине, евреям 6 и 7 главы. Здесь говорится о чине Мюнхаседека. Не буду сейчас много распространяться об этом. Думаю, самое глупое, что может сказать проповедник, это то, что он не верит, что нужно давать десятину. Хотел бы я посмотреть, как он будет нести служение. Потому что распродажи не спасут положение. Лотерея с часами, помните? Продажи жареной рыбы в подвале церкви. Всем пожилым женщинам там не терпелось увидеть, кого пастор назначит поваром на следующее утро. Моей бабушке нравилось этим заниматься. Ей нравилось работать на кухне. И проповеднику лучше было бы всегда приглашать ее. Однажды я видел, как моя бабушка голосовала сама за себя. Вы когда-нибудь видели такое? Проповедник встал и сказал, «Если вам нужна тарелка супа, позовите мать и доллар». Тогда моя бабушка мать и сказала, «Да, сэр». Если вам нужна помощь, зовите мать и доллар Она сказала, да, зовите меня Если вам нужно доброе слово, зовите мать и доллар И следующее, что сказала мать, да, сэр, благодарю тебя, Иисус Я сказал, бабушка голосует сама за себя Итак, Божий план, чтобы позаботиться о церкви финансово Это не торговля жареной рыбой Или приготовление обедов из курятины на заказ Вы когда-нибудь пробовали обед из курятины на Бёрдет Роуд? Кто-то спросит, почему? Потому что это церковь К церкви курам приближаться не дозволено Курам не дозволено Это не Божий план Это не Божий план для финансовой поддержки церкви Его план был утвержден много лет назад Насчет десятины и пожертвований Спасибо за то, что вы с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому